Как зарабатывать деньги на том, что ты любишь? У меня даже в голову не приходила мысль делать кейтеринг. Сколько стоит средний мероприятий? Схватился за голову и думаю, ёп твою мать, блядь. Все сыпется, просто происходит что-то. Один раз недоплатили. Насколько сложно вести данный бизнес? Самая дорогая цена недавно была 1000 долларов. Топ-3 самых сложных вещей. Надо стараться не деньги заработать, а надо постараться кайф людям дать. Всем привет, друзья! Сегодня будем говорить о очень интересной теме, как зарабатывать деньги на том, что ты любишь, как построить личный бренд в США и в целом, как работать с русскоязычным комьюнити в Америке. Это те вещи, которые вы регулярно спрашиваете у нас в гостях. Александр Крестников, а.к.а. Шеф Алекс. Привет! Здорово! Да, добро пожаловать! Сегодня будем разговаривать откровенно достаточно. Надеюсь, серьезно, иногда не очень. Можно говорить все свои мысли, о которых ты думаешь. Я буду задавать вопросы, но мы пойдем до конца и будем стараться дать нашим ребятам пользу. Самое главное, подпишитесь сразу на этот канал обязательно, потому что у нас каждые две недели выходят новые ролики, вы тогда их не пропустите. Подпишитесь на инстаграм шефа Алекса вот здесь, на мой инстаграм вот здесь, ну и будем начинать. Давай сразу с места в карьер. Тот вопрос, который я озвучил последним, вернее, тот анонс, который я озвучил последним. Русскоязычная комьюнити. Почему такой выбор? То есть Америка большая, достаточно страна, и у тебя есть вариативность. То есть насколько тебе комфортно работать с русскоязычным комьюнити, почему ты выбрал именно это направление? Ты известная личность в русском, русскоговорящем комьюнити в Майами в частности, но я думаю, и за пределами его уже тоже. Насколько тебе комфортно? Почему такой выбор? Какая цель? Почему такой выбор? Слушай, на самом деле, выбор произошел очень случайно. С самого начала, можно сказать, я стал работать с русскоязычной комьюнити, и, понимаешь, может быть, я бы работал и с нерусскоязычной комьюнити, но я получаю удовольствие от того, что, например, шутки какие-то наши и прочее, то есть мы друг друга понимаем без слов. А, например, если я работал, допустим, у американцев, то есть с одной стороны, относительно денег, да, то есть, допустим, сейчас вот я делаю кэтринг американцам, все замечательно, но, понимаешь, я там чувствую себя, как на работе. Например, когда... Это то, о чем я говорю. Да, да, да. А здесь я чувствую себя, как будто я просто тусуюсь, и мне за это еще платят деньги. Получаешь удовольствие. Да. Ну, а вот, ну, какие-то специфичности, какие-то, ну, какая-то специфика есть вот в работе с нашими, так скажем, русскоговорящими людьми? Почему спрашиваю, объясню? Потому что есть расхожее мнение, и ты наверняка его тоже слышал, что, ну, как бы, мы русские друг друга не обманываем, да? Русские здесь в общем понятие... Русские русские не обманывают, да? Да, то есть в общем понимании этого слова. Соответственно, как бы, ну, там, не платят деньги, не очень ответственно подходят, ну, и какие-то другие вещи. Ну, вот у тебя какие-то такие штуки бывают в твоей работе? Слушай, интересные вопросы. Очень многие люди меня реально спрашивали, сталкивался я, ну, как бы, с русскоязычными ребятами, которые там где-то меня что-то обманули или так далее. Честно, скажу, ни разу, меня ни разу не обманули, понимаешь? Ни разу. То есть можно сказать, один раз не доплатили, да? Я не буду говорить, кто это, тоже известный человек. То есть мы просто договорились на количество гостей, там, 30 человек, а пришло 50, да? И причем мы договорились с каждого человека какую-то сумму денег. И потом я говорю, эй, чувак, а у тебя там уже 50 человек, там, и так далее. Он говорит, да ладно, все нормально. Но, как бы, это, я не считаю, что это, как бы, получился такой, как бы, ну, проблема. Но, в любом случае, ни разу меня конкретно никто не обманывал. Но то, что обманывали других, я очень много слышал. Очень много слышал. И все-таки я считаю, что обман, это прежде всего, он не только от других. Он и от тебя исходит, понимаешь? Если люди хотят, там, заработать, только приехали 300 долларов за, там, я не знаю, 3 часа, и кто-то им предлагает такую работу, они, о, вот там классно, но, скорее всего, там что-то есть, обман какой-то, понимаешь? А если им предлагают 15-20 долларов, тут обмана нет, скорее всего, но они и не особо хотят идти. Видишь, то есть, сами люди на этот обман, можно сказать, напарываются. Вот и все. Я так считаю. Согласен. Философская мысль, но, тем не менее. Просто, ну, ты понимаешь, чем связан вопрос. Мы все знаем эти истории, и среди наших общих знакомых, в частности, что бывают, как бы, истории, которые не очень хорошо заканчиваются, и с точки зрения партнерства, там, и так далее. У тебя есть партнеры в бизнесе? На данный момент партнеров у меня в бизнесе нет. Так грустно об этом сказал. Не, ну, у меня просто, я почему? То есть, у меня был партнер, скажем так, мы должны были, там, кое-что делать, но немножечко еще ничего толком не получилось, и, в общем, там не то, что дороги разошлись, обстоятельства так сложились, но никто ни на кого не злится, все отлично, поэтому, как бы, как-то так. Окей. Расскажи, как ты пришел вообще в эту всю историю, то есть, когда ты приехал, и как ты это все дело начал, а потом уже к концу видео расскажем, к чему ты пришел сейчас, и еще дадим больше интересной информации. Ну, да, вообще, это самое интересное, на самом деле, потому что, когда я сюда приехал, если кратко сказать, я сильно удивился цен, которые здесь в ресторанах и так далее, потому что я приехал из Сочи, где я там ел хинкали за 2 доллара, за 3 доллара, за доллар, ну, я имею в виду, за 3 доллара целый обед, целый обед на троих, я с детьми, там я даже пересчитывал как-то, и здесь там на одного минимум тогда, в 18-м году, когда я приехал, было 10 долларов, то есть на троих 30 долларов, представляешь, в 10 раз сразу x10, а, ну, я только приехал, еще здесь ничто не делал, не зарабатывал, и для меня это был такой шок, что я решил, как можно этот процесс удешевить, и в итоге, один из вариантов был, это просто купить еду в Walmart, и самому пожарить, условно говоря, приготовить, да, приготовить, и мы это готовили, начали там с друзьями, просто скидывались сначала деньгами, а потом я сказал, ребят, давайте просто вы там по 20-ке скидывайтесь, а я все приготовлю, то есть это, и потом еще кто-то говорит, давайте можно к вам, еще кто-то можно к вам, и то есть наша компания стала, собственно говоря, расти, и мы, например, уже сказали, давайте по субботам делать, вот в парке, эту штуку. А ты готовил до этого? Ну, конечно, я с детства готовлю вообще. Но у тебя, ты в Сочи, чем занимался? Вообще, давайте это будет небольшим секретом, готовил ли я профессионально до этого, или не готовил, это будет такая небольшая интрига, но вы можете в гугле, если вбить шеф Алекс Крестников, там будет что-то рассказано об этом, но я сильно вдаваться про как бы приготовление профессиональное, например, до этого не хочу. Но тем, так или иначе, я с детства очень сильно люблю готовить, и всегда готовил буквально там, я не знаю, с 10 лет. Ну, давай про бизнес поговорим, ну, то есть, то есть ты приехал, начал готовить там для друзей, так скажем, потом друзей друзей, и в какой момент времени ты понял, что, о, а это может быть моим бизнесом? Слушай, ты не поверишь, я вот сейчас думаю, почему же я раньше, когда вот уже собирал большие тусовки, там человек по 50, там, я не знаю, 20 долларов у нас был взнос, и мы кушали all-inclusive, в парке делали огромное барбекю, почему я тогда не догадывался, просто скажите ребятам, друзья, я... А давайте по 200 долларов, как сейчас, да? Нет, 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 я тебе более секрет открою. Ладно, всем расскажем это, давай, давай. Это шокирует их, самая дорогая цена недавно была тысяча долларов. За одного человека? За одного человека. А что ты готовил? Это баня была. А, тысяча долларов за человека, я понял. Ну ладно, пора баню еще потом поговорим. Хорошо. Давай, вернемся. То есть ты начал, когда пришла вот эта мысль? Смотри, давай я расскажу интересную вещь. Когда по 20 долларов я делал, барбекю, и у меня даже в голову не приходила мысль делать кейтеринг просто этим людям, например, просто день рождения или что, то есть люди сами начали мне предлагать типа можешь приготовить нам на ивент. То есть я даже не думал о том, чтобы делать ивенты здесь такого частного порядка, потому что их сделать раз в 10 проще и в итоге прибыльнее. тоже в 10 раз. Ну, а был такой вот переломный момент, ты сел дома там вечером, не знаю, посмотрел свои предзаказы и такой, о, окей, это превратилось в фулл-тайм работу, это превратилось в бизнес. То есть сколько лет назад это произошло? Слушай, наверное, я считаю, что года два с половиной назад, то есть вот я здесь пять лет, да, то есть два с половиной года, можно сказать, я проводил такие полудружеские мероприятия, полубесплатные, скажем так, не думая вообще о бизнесе, потому что по большому счету у меня, скажем так, есть некий и был пассивный доход, да, и я сильно об этом не задумывался, хотя этого пассивного дохода, но скажем, тютель в тютель хватало здесь, но при этом это же прекрасно, если тебе в принципе даже тютель в тютель хватает, это уже круто, у тебя есть куча свободного времени. Сколько это денег? Вот я всех спрашиваю, сколько нужно денег в Майами, чтобы жить достаточно комфортно, ну то есть вот не лакшери лайф, там, там, не знаю, с детьми, дом, ипотека, снимать, там, ходить иногда в заведение, вот, какая твоя цифра? Слушай, в 18-м году эта цифра была 5 тысяч, даже чуть меньше, хватало, в принципе, на все, даже снимать квартиры. Сегодня 23-й год. Сегодня, наверное, ну честно, я могу честно признаться, чтобы мне комфортно жить, я, наверное, трачу ближе к 10. Ближе к 10. Ну, никаких там, кто-то говорит, 20-25, я считаю, что это, как бы, уже... Ну, это зависит от твоего уровня жизни и сколько раз ты ходишь в ресторан и какой ты покупаешь. Да, опять же, смотри, ты можешь жить в доме за 4 тысячи долларов и тебе десятки хватит, а ты можешь жить в доме за 20 тысяч долларов, сразу тебе плюс 30. 30. Логично, то есть, здесь уровень жизни, то есть, здесь есть и квартиры, и дома, которые стоят 150 тысяч долларов в месяц. Это нормально, абсолютно для Майами история. Окей, а как выглядит твой бизнес сейчас? Ну, то есть, что это вообще такое? То есть, мы поняли, что там друзья друзей, мероприятия, полудружеские, потом какие-то кейтеринги. Как твоя компания выглядит сейчас? Из кого она состоит? Что вы вообще делаете? Слушай, ну, у меня большая достаточно команда. Сколько человек? Ну, у меня, например, порядка 15 человек. Например, из них есть там 3 человека, которые постоянно работают, остальные на подхвате. То есть, если надо сделать ивент на 300 человек, я вызываю, конечно, все 15 человек. И могу подгрузить еще людей. А так, человек, который работает со мной, и основной у нас упор, это на частные ивенты, на частные ивенты, кетеринг, то есть, дни рождения. В среднем, где-то 20-25 человек. Но мне хотелось бы, если честно, признаться, выйти на кетеринг, может быть, выйти на 100 плюс людей, например, свадьбы и прочее. А что мешает? Что мешает? Ты знаешь, что мешает? Мешает, наверное, то, что я вот делаю эти ивенты человек 20-30, это обычные стандартные дни рождения. Люди меня из этой серии знают, они знают, что я это делаю. Наверное, если я сделаю какую-нибудь вау-свадьбу один раз на 100 плюс человек там крутую, или даже не один раз, раз пять. И вот, наверное, уже пойдет эта вот цепочка. Потому что, наверное, все-таки это более специфичная вещь. И я еще, на самом деле, не знаю, понравится ли она мне. Потому что вот ивенты на 100 плюс человек свадьбы, там надо подходить уже более жестко. Там сервировка, прочие официанты, вышкальный персонал, желательно вот так. Потому что день рождения, особенно в Майами, здесь более такая лайтовая обстановка, тебе не надо слишком сильно набрегаться там сетапом и так далее. Самое главное, вкусно готовь, чтобы всем все хватило. Плюс-минус неплохие официанты, чтобы среднего уровня у тебя были. И в принципе, достаточно. Сколько стоит среднее мероприятие? Давай там, я не знаю, там baby shower, какой-нибудь день рождения, еще что-то. Ну вот обычное на 20 человек. Сколько бы мне обошлось, если бы я у тебя заказывал? Слушай, на самом деле в среднем хорошее мероприятие, чтобы люди кушали от начала мероприятия фактически до закрытия мероприятия, допустим, 5-6 часов нон-стоп, в среднем плюс-минус это стоит 100 долларов с человек. То есть, 2000? Да. Сколько маржинальность твоя, сколько ты зарабатываешь с этого? Ну, давай не так спрошу. Сколько бы такая же компания, как у тебя, зарабатывала бы, если бы брала 100 долларов с человека на 20 человек? Слушай, я думаю, что плюс-минус, наверное, половина это затраты и половина это прибыль. Наверное, вот так, если я по честному скажу. Ну, все, ну, в целом это да, плюс есть еще дополнительные расходы, которых не видно, то есть, это твои там расходы, твое время. Слушай, да, извини, я тебя перебью. Есть возможность по-честному посчитать многие-многие-многие расходы, которые ты не считаешь, там чуть ли не амортизация машины, амортизация там того-сего и пятого и десятого, может быть, прибыль упадет до 25%. Ну, если по честному посчитать. На самом деле, вот это ближе к реальности. Я думаю, потому что сейчас ребята такие, о, нифига себе, 50%. 50% это тогда, когда ты один поехал, закупился, у вас есть производственная база, какая-то кухня, которую вы используете? Да, у нас есть, скажем так, коммерческая кухня, иногда я небольшие ивенты делаю, я могу просто на гриле сделать все и так далее. Ну, допустим, бывают ивенты также на 3 человека, на 2 человека. Ну, такие частные ужины. Лакшери ивенты, например, на 2 человека есть, и которые могут стоить в 1000 долларов, потому что там такая же подготовка абсолютно, надо также закупиться, ехать. и другие продукты, и много, но все равно, время ты тоже тратишь, и особенно, например, когда ты на 2 людей готовишь, у них определенный запрос, более серьезный, завышенные ожидания. Да, и ты все должен засетапить, очень круто, цветочки украсить, фонарики. Я понял, все очень, очень красиво и радужно, но у нас выпуск называется, и канал называется Факап Шоу, давай расскажи про какой-нибудь самый такой Факап, когда ты понимал, что, ну, все сыпется, просто происходит что-то, что ты не можешь контролировать, или самый главный свой Факап, расскажи, можно без фамилий? Слушай, ну, ты знаешь, как, если честно, прям таких Факапов серьезных, наверное, как бы нет, наверное, или не было, прям серьезно, а ты знаешь, я недавно подумал, что Факап, и все-таки, это все-таки твое восприятие, нет, это философия, я понимаю, но бывает же момент, когда ты такой, блядь, забыли, вот это, хорошо, смотри, самый большой Факап, расскажу, это трындец, где я просто так схватился за голову, и думаю, ёб твою мать, блядь, слышишь, короче, это, короче, это, мы большое барбекю сделали в Холловер парке, как обычно, люди приехали, там, я не знаю, у меня 3-4 помощника было, куча мяса, мангал, там, все на мангале жарится, парится и так далее, люди начинают подтягиваться, и тут огромная туча, и как ливанет, в общем, дождь, и я думаю, бляха, ну нахрена, вообще, вообще, столько труда, столько всего, люди как зяблики там стоят, вот под этой вот крышей, над мангалом там какие-то зонты держат, я кому-то позвонил, говорю, визите там шелтеры, зонты, там кто-то держит этот зонт над этим, над мангалом, в общем, это надо было видеть, и в итоге, я не знаю, каким чудесным образом, я думал, все, сейчас у меня просто скажут, а ты знаешь, люди любят меня иногда обвинять в погоде даже, в хэвэ, шеф-экс, что за дела, что за погода, и так далее, и здесь я думаю, все, сейчас люди скажут ужас, и так далее, начнут говорить, это просто безумно хреновое барбекю было, и так далее, но на самом деле, в итоге, все как-то так сплотились, все вместе, стояли, все вместе в этом шелтере, близко друг к другу, и как-то разговорились, шел проливной ливень, и все равно, как-то у всех настроение улучшилось, я не знал, что делать, как-то пытался людей взбодрить, в итоге, все взбодрились, все нормально, и потом я всем там раздал мясо недожаренное, и так далее, кто-то, конечно, не пришел, но так или иначе, более-менее все прошло. Хорошо закончилось. Скажи, насколько сложно ввести данный бизнес, ну, то есть, вот что нужно точно учесть, если кто-то, кто нас смотрит сейчас, допустим, является профессиональным шефом, да, планирует переехать в Америку, не знаю, там даже по визе талантов, или просто приехать, открыть там кейтеринг бизнес, рынок огромный, места всем хватит, поэтому я думаю, тебе несложно будет поделиться, у нас все гости, в принципе, всегда открыто говорят о том, какие проблемы ждут их в этом бизнесе, какие там плюшки есть, про плюшки мы уже частично услышали, что нужно иметь в виду, когда ты начинаешь такой бизнес, или что нужно делать, какие-то пошаги? Да, я считаю, во-первых, во-первых, когда ты сюда приедешь, не надо лавры снимать, с неба, это первое, второе, я все-таки считаю, что люди, которые здесь же прожили 3 года плюс, уже в Америке, это не совсем менталитет уже один и тот же, это уже люди другого менталитета, и ты должен понимать, просто понять, что приехав сюда, как бы тебе не хотелось думать так или иначе, обхитрить систему, там и так далее, это просто твои доводы, твои мысли, понимаешь, тебе нужно потихоньку смотреть, как делают что-то уже успешные люди и так далее, стараться с ними о чем-то поговорить, как они относятся к этой ситуации или к этой ситуации, то есть стараться начать думать так, как американцы, что ли, или хотя бы русские, которые живут в Америке давно, понимаешь? Я продолжу, да, запомнил мысль, я продолжу, просто мы часто об этом говорим, что многие, кто приезжают сюда, говорят, ой, здесь вот это не так, это не так, я сейчас все пойду исправлю, так не работает, потому что Америка это очень строгая на самом деле система, хоть иногда и на первый взгляд так не кажется, и изменить ее практически нереально, поэтому будьте внимательны, когда там делаете первые шаги. Давай тогда по-другому, давай скажем топ-3 самых сложных вещей, которые есть вот в кейтеринговом бизнесе, вот раз, два, три, вот прям тезисно. Ну, давай, знаешь, как давай чуть-чуть еще, может быть, слегка отойду от темы и скажу, что в моем случае это нельзя назвать прям стандартным кейтеринговым бизнесом, потому что иногда, кроме кейтеринга, в моем случае людям нужно еще некое настроение, понимаешь? То есть я прихожу, люди вялые и так далее, то есть я выступаю еще немножко за таким человеком, который чуть-чуть заряжает, то есть во-первых, надо быть позитивным, чаще улыбаться, как бы, если человек чем-то недоволен, сразу смотреть в пункт, что клиент всегда прав. Даже если он crazy не прав, он прав. Все. То есть эти правила должны быть для тебя четкие. То есть не опаздывать, следить больше даже не, может быть, не за тем, какая еда, следить за тем, чтобы клиент всегда был во внимании. Понимаешь, просто окутан ей, как теплым одеялком, понимаешь? Супер. Понимаешь, я даже уверен, вот ты, кстати, сам вот считаешь, как? Например, что важнее, очень вкусная, допустим, еда, или чуть-чуть менее вкусная еда, но внимание огромное. Давай, давай я не буду отвечать на этот вопрос, а оставим это ребятам в комментариях. Напишите, как вы считаете, мы потом почитаем, и Алекс тоже почитает, и мы на этот вопрос посмотрим ваши ответы, потому что очень интересно. Не забывайте подписываться на канал и поставьте колокольчики, все остальные вещи. Ну и я напоминаю, что спонсором, как и всегда, нашего выпуска является компания EasyFirm. Если вам нужно открыть компанию в США удаленно, если вам нужно вести компанию в США удаленно, если вам нужно открыть бизнес-счет в банке США без присутствия в Америке, компания EasyFirm, вся информация будет внизу, обязательно, обязательно приходите туда и открывайте свой бизнес в Америке. Продолжим. Ты очень классно рассказываешь, но я буду настаивать на своем. Давай. Давай три проблемных зоны бизнеса кейтеринга. Проблемных зоны, то есть что с самого сложного? Сложного, да. Во-первых, я считаю, что все-таки кейтеринг это сложный бизнес, и не всем он понятен, потому что надо быть очень, но не всем он как бы... Подходит. Подходит, да. Не всем он подходит. Почему? Потому что это связано с людьми. Ну да. Все люди разные. Первый пункт это люди. То есть это став, да? Кстати, русскоязычные люди, наверное, одни из самых капризных людей. Отлично. Вот это первое, что вам нужно знать про бизнес с русскоязычными людьми. Давай, пункт номер два. Первые люди. Второе. Да, второе. Нужно быть готовым что-то сделать. Если, там, я не знаю, если тебе через три часа, говорят, нужен кейтеринг, нужно быть готовым просто вот сделать его через три часа. У тебя не должно быть слова нет. Вот это я считаю важный. То есть не отказывать. Не отказывать. Потому что один раз отказавшись, люди, ведь им пофигу. Ты отказал, они взяли другого. Все. Ну да. Ты можешь потерять сразу клиента. Надо настолько быть клиентоориентированным. Если даже не можешь ты, придумай, чтобы был это не ты, твой заместитель, там, я не знаю, или ты быстро хотя бы туда приехал, там, я не знаю. Что-то сетап какой-то сделал, да. В пабликсе купил, разогрел. Понял. Хотя бы так. Третье. Третье. Сложность. Что, в чем сложность? Сложность. Третье. Это, наверное, время. Время. Должно пройти большое время, чтобы тебя в Америке узнали. Америка такая страна очень консервативная. Тягучая. Тягучая. Понимаешь? То есть, в начале, кажется, даже первый год, и кажется, ты уже сделал кейтеринг 100 людям, а ты все ждешь, ждешь, они тебе не звонят. Понимаешь? Потому что ты должен сделать тысячи людям. Да. Чтобы была конверсия. С двум тысячам людям. Да. Расскажи, давай, там, мы с тобой познакомились как раз на ивенте, который ты начал делать здесь. По-моему, это вот эти бизнес-бани, которые ты начал делать, да, и приглашать туда предпринимателей, которых, которые здесь, в США, приезжают, или живут, и, соответственно, не общаются. Это такая... Давай, ладно, не буду спойлерить. В чем идея была? Давай по-другому спрошу. Слушай, давай, во-первых, я хотел бы отметить, что у меня, скажем так, жизнь профессиональная в кейтеринге разделилась до и после с появлением, скажем так, людей из большого бизнеса, которые меня просто вытащили и сказали, мы хотим, чтобы ты нам сделал, стал делать вечеринки, скажем так. То есть, у меня сначала я работал в одном сегменте, и потом меня выдернули бизнесовые ребята и говорят, будешь делать нам. Я стал делать и, как бы, обычные вечеринки, и бизнес-вечеринки. Кстати, первый бизнес-пикник прошел здесь, я не помню, там, когда, года два с половиной как раз назад, и собралось столько много людей, и вот сейчас вот очень много разных клубов у нас и так далее, и все эти люди тогда пришли на вечеринки, этих клубов не было, и это был, как бы, прототип вот этого, как бы, вообще всех бизнес-клубов. Это же нормальная история. Да, и о бизнес-банях, ну, ну, давай прорекламируем тогда Саню Кондрашова, на самом деле, он был инициатор того, чтобы собирались узким кругом ребята, проводили время, рассказывали о своем бизнесе, кушали вкусно, там, черную икру, я тогда помню, и так далее, он на коленке, правда, не готовили, взяли банку икры, хлеб, все это, знаешь, так это, как, ты пришел, короче, все организовал. А я сказал, ребят, ну, давайте как-то все культурней, что ли и так далее, и по сути, я предложил просто взять на себя организацию, функцию, чтобы все это было красиво и так далее, и мы это стали делать раз в неделю, и в итоге, вот уже два, наверное, с половиной года мы проводим бизнес-баню. Сначала она проводилась в одном месте, потом в другом месте и так далее. Окей, ну, соответственно, напомню, что если вы приезжаете в Майами или живете здесь, никогда не видели, не слышали, что крайне, наверное, вряд ли, но тем не менее, напомню, что Инстаграм, Алекса будет здесь, мой Инстаграм здесь, мне тоже пишите, звоните, если у вас есть какие-то вопросы, ну, если хотите в бизнес-баню или хотите ивент или кейтеринг, пожалуйста, ну, и сайт шефа Алекса мы тоже оставим под ссылочкой в описании к этому видео. Расскажи, как структурно выглядит твой бизнес сейчас, что из направлений вы делаете? Слушай, ну, такие вот, раз, два, три, пять, я не знаю. Хорошо, самое главное, наверное, одно из самых главных сейчас вещей, которые мы делаем, это кейтеринг, это еда на заказ, это бизнес-баня, это обычная баня, это эксклюзив-баня с недавнего времени, где собирается всего пять человек, ну, как бы, пять человек, которые, например, самые, там, топовые бизнесмены, как ты определяешь самые топовые? Самые топовые, но по определенным описаниям, по рейтингам людей и так далее, потому что я уже, в принципе, знаю всех, и я знаю, кто с кем любит общаться, я знаю, кто кого за что не любит, то есть я об этом не буду, конечно, никому говорить. В смысле, ты уже немножко в курсе взаимодействия? Я, да, я в курсе, кому что нужно, то есть настолько много я общаюсь с бизнесменами, то есть я сразу, вот пообщавшись с человеком пять минут, понимаю вообще, кто это, что это, что ему нужно, потому что есть люди, которые что-то ищут, хотят кому-то присесть на хвост, там, на инвестиции и так далее, есть наоборот, люди... Рутов Ту-Майами. Да, 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 есть люди, которые, например, наоборот, ищут, кому что-то вложить и так далее. Есть люди, которые ищут, чтобы их никто не искал. Да, есть люди, которые, да, ничего не ищут, они просто уже себя нашли, да, и они хотят хорошо, классно и дорого покайфовать, понимаешь? Классно. И я им могу как у тебя может зарабатывать в месяц или в год хорошо можно говорить про такие вещи но я сказал компания как у тебя давай компания как у меня хорошо компания как у меня может зарабатывать 50000 в месяц 50000 долларов в месяц ну считаю что если там у тебя даже если если чуть-чуть поднапрячь булки скажем так а если в лайтовом режиме но тысяч 20 20 от 20 до 50 но это информация для тех кто опять же ищет себя в данном бизнесе хочет я просто знаю тоже несколько ребят которые в этот бизнес заходят там я сам с ресторанного бизнеса очень много лет кому отдал и это интересно и мне в частности но рынок настолько большой как вообще везде в в америке в любой нише что куда бы вы ни заходили это вы даже не представляете насколько большие цифры в этом бизнесе в любом в америке то есть то что там в снг измеряется там я не знаю там миллионами долларов здесь миллионами долларов может измеряться выручка компании в месяц небольшой да небольшой такой мелкой мелкой компании поэтому самое главное чтобы хотел сказать ни в коем образом ничего не бойтесь всегда анализируйте информацию пытайтесь ее как можно шире узнавать потому что чем больше вы будете узнавать тем больше как бы информации будете получать чем больше вариантов того что у вас то получено им надо пробовать скажи мне вот если можно тебя перебью да я в принципе закончил давай я тебя хочу перебить что например первые свои ивенты допустим я делал допустим за 200 долларов это этот ивент то есть это мне надо было купить продукты замариновать на следующий день все это дело приготовить увести помыть это и ты знаешь и я считаю опять же еще раз скажу что одно из самых главных качеств в любом бизнесе чтобы достичь успеха наверное я тогда кстати о деньгах вообще не думал самое главное качество это вот какая-то терпимость что ли и как бы не нужно сразу думать о деньгах а прибыли ты просто вообще сначала делай свое дело и чтобы людям она нравилась пускай бесплатно ты его делай как угодно ты покажи что ты делаешь что ты любишь и люди собственно говоря потом тебе за это скажут спасибо и сама судьба тебя вознаградит в итоге потом хорошим бизнесом наверное деньгами но опять же хочу сказать я знаю много компаний которые занимаются едой и так далее и они концы с концами свой это же все вот здесь в голове то есть надо поменять надо на царации не деньги заработать надо постараться кайф людям дать вот клянусь вот вот я не знаю вот люди сейчас скажут наверное я там ну как бы неправду говорю и тогда клянусь я всегда хотел чтобы люди получили удовольствие это как будто бы внутри меня как-то грела понимаешь это моя награда моя награда больше не про деньги а про удовольствие когда люди кайфанули ска алекс ты не представляешь как ты классно сделал вот твой косарь кстати косарь на чай оставляли я тебе хочу сказать и еще момент вот буквально три два дня назад была баня был евгений черняк там и ты знаешь вот это мы сделали формат эксклюзив и ты знаешь он после баня сказал алекс вот сейчас была баня классная вот прям вот я кайфанул понимаешь и вот это для меня понимаешь вот это для меня взрыв эмоций fair enough ну супер я думаю что на такой супер ультра позитивная ноте мы будем заканчивать если у вас есть какие-то вопросы или мы что-то не раскрыли напишите алексу на напоминаю его инстаграм будет здесь мой инстаграм здесь мне всегда можно писать с вопросами про бизнес сша и про инвестиции соответственно ну и напишите вопрос в комментариях вдруг мы чего-то не раскрыли ну и увидимся с вами здесь в майами на каком-нибудь классном моменте от шефа алекса спасибо обязательно кстати обязательно миша давай приходи во вторник и может быть там тоже сделаем интервью и спросим у людей чем же им нравится бизнес баня слышишь это хороший выпуск только я улетаю сегодня ну хорошо тогда потом потом пока увидимся пока ребята